Десятки тысяч людей приехали в Россию из разных уголков мира, именно десятки тысяч. Они вот и создают эту замечательную праздничную атмосферу в России. Ну и, конечно, они сами своими глазами видят, как радушно их здесь принимают, как рады граждане нашей страны и любители спорта, и просто люди, даже далёкие от футбола, рады тому, что столько людей приехало в Россию с такими добрыми намерениями по атмосферу праздника и доверия. Так называемые народные журналисты, те люди, которые работают сами от себя в своём личном качестве в социальных сетях, они как раз и способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули. Но люди увидели, что Россия – это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто к нам приезжает. Конечно, в значительной степени это создано усиление наших любителей футбола. Готовы на команды от того, как тренецкий состав выбрал тактику, какую тактику. В нашей стране, как вы видите, любят футбол. Мы приложили много усилий и вложили немало средств в строительство инфраструктуры для развития футбола. И я уверен, что в своё время выбор России как страны, которая организует отличие от мира, был очень правильным. Мы за это очень благодарны руководству FIFA, всем, кто голосовал за нашу страну, которые, конечно, любят эту замечательную игру. Двое, что произошло в этом World Cup. Один, что Россия становится настоящим футболом. Я думаю, что в последнее, после квалификации российского футбола против Спании, для квадрата финала, вирус футбола в футболе, он входит в вину, в каждой российской культуры. Второй момент в этом World Cup для нас криптуре – мы все, что имя истиме с Россией. Все из нас, все кто был здесь за период времени сейчас, обнаружили страны, которые мы не знали. Сырки, которые некоторые пытались поставить на нас, в связи с World Cup. Ну, не только они не правы, но и в действительности. И это один из лучших World Cup, которые я видел в последние четыре лет. Спасибо, президент, спасибо.